Здравствуйте, дорогие друзья, поклонники искусства. Я сожалею, что мы попали в такое трудное время, когда вирус мучает весь мир. Но, тем не менее, директор Института Пушкина Андрес построила эту встречу. Это мой Влад Мухаддин Кишев, известный российский художник. Меня зовут Джаклин и я его директор. Меня зовут Джаклин и я директор института. Я думаю, мы сегодня с удовольствием ответим на ваши все вопросы. Хотите, если художник есть, спросите насчет мастерства, вопросы любителей. В общем, любые вопросы задавайте, потом вы можете задать вопросы Джаклин, моя супруга, мой арт-директор. Она больше знает о чем я сам и о чем искусство, так что мы готовим ответить на ваши вопросы. Спасибо. 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 сантana el director del instituto púsquena podemos organizar clases magistrales para ustedes como una visita a su estudio en los cambios de meca donde tendrán la posibilidad de ver muchas muchos de esos cuadros que están destinados para el museo que vamos a crear en barbarte así hasta el down nuestro colega andrés va a poner un vídeo este vídeo es como una exposición virtual de los cuadros de mohadín explicando poniendo como ejemplo los diferentes series que tiene en su obra mohadín habla en ruso por supuesto y está subtitulado en español entonces pues son ocho minutos esperemos que os guste y después podéis hacer vuestros comentarios o 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 Я художник из Габрино-Балкарии, много лет работал на родине, потом в Лондоне, а последние 25 лет работаю в Андалузии здесь. И Андалузия стала для меня второй родиной. Все картины, которые я сейчас пишу, хочу посвятить музею Барбати, для которого я последние два года только пишу для музея. И я счастлив, что будет открывать музей Барбати моих работ. И потом я делал огромное количество выставок по всему миру. Закончил университет, член Академии Российской Академии Художеств, член Академии Пельгийской и Испанских Академий. Заслужил художник России, то есть народный художник Кабара. Субтитры создавал DimaTorzok Я работаю на разные темы, сериями. Я никак не могу согласиться с тем, что делать только одну тему всю жизнь. Например, голос художника. Когда происходят разные трагические моменты по миру, я тут же, это меня сильно трогает, стараюсь делать что-нибудь посвященное этой трагедии. Например, Бесланская трагедия, две башни Америки. Потом люди мира. У меня много лет эта тема, ну, в смысле портреты. Люди мира. Женщины, мужчины, старики, молодые, девушки. Мне нравятся из них костюмы. Потом образы разные. Я их с удовольствием делаю. Если художник не делает с удовольствием, с вдохновением, ничего не получится. Поэтому я эту тему делаю. Теперь родина. Ну, родина... У меня две родины. Россия, Карнебалкария, где родился, и Андалузия. Поэтому я очень много картин сделал посвященные России, Карнебалкарии, на национальной теме. Также много картин посвященные Андалузии. Корида, пейзажи и так далее. Потом тоска по природе. Сейчас даже удивительно, птички вынуждены делать гнезда на балконах в городе. Тесно стало животным миром. Поэтому я в защиту животных делаю большую усилию от хранения. Потом Андалузия, если взять еще раз тему Андалузии отдельно, я очень много сделал работ посвященные Андалузии, потому что с детства я мечтал сюда попасть. И мечтам я осуществил. Я здесь живу 30 лет почти. Потом абстрактные работы. Я не мог делать абстрактные работы при коммунистах, поскольку я уже старый. Я много лет работал при социализме. Но я много мозаик делал в правительственных даже зданиях, где я через монументальное искусство делал абстракцию. Поэтому я абстракцией занимался свободно много лет в России при коммунистах. А потом, когда свободно стало, естественно, я очень много сделал абстрактных работ. И с удовольствием продолжаю делать. Это особый вид искусства. Хорошее искусство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, конечно. Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в музею. Он издалит все для своего народа, что не всегда происходит. И правда, что Барбати становится, изменяется очень сильно. Но, что происходит с этой вопросами, как мы знаем все, что, очень часто политика не обращается. То есть, зависит от того, что политика ты будешь, ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ но все равно я убежден, что он рано или поздно откроет, и мы счастливы, что работает лучше после нас в этом музее. Конечно, конечно, у нас есть уверенно, что к премьер на музее, и мы будем создать его в Мохадин. será nuestro llegado a españa país tan querido por nosotros a andalucía a la provincia de cádiz mojadín es del cáucaso de cabardino barcaria la república de cabardino barcaria en el cáucuso y yo soy del sur de inglaterra entonces ninguno de los dos vivimos en nuestra en nuestra madre patria pero españa es para nosotros nuestra segunda madre patria indivisible en la tierra natal de mojadín también están preparando un proyecto para abrir un museo allí donde estará la obra de mojadín que se encuentra allí en el cabardino barcaria y también pues ese proyecto está en proceso y mojadín ya tiene ya ha cumplido 80 años pero piensa vivir para ver la realización de estos dos proyectos creo que sería muy interesante en tanto no existe el museo sería muy interesante quizás mostrar las obras en la página web y que todo el mundo pueda entrar en la web y conocer la obra de de pintor pues sí es muy buena idea adres además la página web se ha renovado hace muy poco y están pues todas las obras más quizás nos lo puedes abrir y enseñamos algo aquí tenemos la página de entrada y pues estos cuadros son los tres países donde mojadín se muerde en la 9 rusia capertina barcaria y españa y aquí vemos a mojadín haciendo una clase magistral con los niños ves me andalucía maya andaluza estoy en concreto me parece que es arcos esto es un cabrino barcaria el bros en la montaña el bros y rusia con la típica la iglesia rusa en el fondo y pues entrando en la página se pueden ver muchos de los cuadros que están organizados por diferentes temas por ejemplo si empezamos con mi andalucía ya que estamos aquí pues a pinchar en esta página pues podemos ver los temas relacionados con mi andalucía sobre monghadín con mi andalucía con mi andalucía идти очень близко, стоять, играть с ним. Это, конечно, большое геройство. И потом красота, там есть красота движения быка. И хотя люди думают, что быка убивают слишком жестоко, но благодаря корриды они живут, их воспитывают, выращивают. Они такие сильные быки, порода хорошая. Если корриды не будет, этих быков тоже не будет. Богдан explica su интерес por la corrida, que aunque haya muchas voces en contra hoy en día, él ve allí el heroísmo del torrero que se enfrenta al toro. También hay mucho arte, es muy espléndido, los colores, los movimientos, aunque evidentemente sufre el toro, pero el toro existe para la corrida. Si no fuera por la corrida, pues no existiría. Pues podemos entrar en Anelo de la Naturaleza, Nostalgia por la Naturaleza. ¿Qué tal? не просто делаю их рисую, а делаю так, чтобы призвать их спаси, их не нужно занимать. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que corren los jirafas por el asfalto, ese es un tema que nos han quitado el hábitat. Вот поэтому я на столбах, на проводах, в него заделываю действительно аисты, я сделал их картины специальные, чтобы сказать людям, что вы делаете, вы рыбаете леса, уничтожаете их места, где кустики разные, вот даже в испании взять, очень мало места для животных в asfalto. В кадре, где они находятся с дистанцией, с дистанцией, с дистанцией, в пилон электричества, это сделал Мухаддин, с идеей, что они не имеют место для зимы, и они должны сделать в этих местах металлических мест. Tenemos esta serie «El oro de España», eso es un amor a la luz de España, al sol. Потом леса исчезают от пожара, от охотников, от церкви, потом эти леса поджигают, нарушат, чтобы потом что-то построить, церкви, жулики, бизнесмены. И результаты все время уничтожаются по всему миру и в неместах. В первую очередь, уничтожаются по всему миру. Они не имеют место для зимы, чтобы потом купить землю, чтобы потом уничтожаться на землю, и уничтожаться на землю, и уничтожаться на землю. Я видел 15 лет назад, примерно, в первую работу, в первую работу на айпаде известного английского художника David Hockney. Как большой художник, известный во всем мире, увидел в айпаде возможности что-то интересное сделать на языке айпада? Он, как гранд-пинтер, видел возможности, что он работает на айпаде, что он имеет значение, что он имеет значение. Родители думают, что это детский планшет просто для волосства детей, ничего подобного. Там есть столько возможностей для художников, профессиональных, инфрациональных, все угодно, которые никогда не сделаешь ни краской, ни темперой, ни маслом, ни карандашом. И поэтому эти все работы, если замечаете, отличаются по тех исполнениям от других работ, которые делают на бумаге и на холсте. Да. Родители думают, что это для детей, чтобы они играли, но действительно есть свой использование для художников, потому что для них есть все, что они могут изменить их, чтобы они не смогли прицелить жизнь и обеспечить их. Они не могут договориться ни без биоганта, ни с акулами. Это у них есть своя техника, которая в себе. В мире она работает в первую работу. Он работает в России, он не занимается iPad, поэтому я перехватил у него эстафеты, тоже работает много на iPad. David Hockney fue el primero en trabajar con el iPad, y Mohamed va siguiendo, también se ha entusiasmado muchísimo en trabajar en este medio, de hecho tiene miles de cuadros hechos. No, es de trabajo, realizado en la papel, en la pastilla, en la tempera y en la carnaña. Vamos a ver gente del mundo. Este es el retrato, este es Ludmila, esta serie de muhadinos por los portales. Gente del mundo es una serie que tiene muhadinos de retratos. Me gustan mucho hacer retratos. ¿Tú hay una GTA? Me gustan mucho hacer retratos. Me gusta mucho hacer retratos. Я надеял и я чертеско-форум. Это была репресентация из-за принцесса, теперь она была принцесса, и теперь она была принцесса. Я сделал 60 портретов, наверное, разных национальностей. Это цветные крандаши, маслом, темперам, разные техники. Эта серия, ты хочешь объяснить от женщин, которые потеряли уже молодые? А, да. Я сделал ночную ночь на окне, сидит молодая вдова. Сидит молодая вдова, украинка, африканка, американка, русская и так далее. В общем, где-то 8 молодых женщин, которые потеряли мужья в украинской войне. Вот этот силуэт черный на небе, ну, уже на том свете. Эта èна серияolution из-за Муходин, что из-за Муходин войны, classma, когда началась такая война в Украине, в учетом муходинской войны. Анатолия, люди, в canonном муходинні, ага, люди, в семье, военные люди. В этой целом, мы видим, что в 마�рядеので, как уши летом, на traceе ее, военные люди. cuadras representan diferentes mujeres de diferentes nacionalidades de japón de eeuu del cáucaso de diferentes países de áfrica diferentes países del mundo Я хотел обвинить политиков, и украинских, и российских, которые не могут найти язык, обойтись без убийства. Поэтому эта тема меня очень сильно волновала. Молодые ребята, которые только начинают жить, детей занимать и так далее, и они вынуждены умилеть, а жена остается как даба. Я считаю, что политики делают преступления. Я хотел бы сказать, что русские, украинские, которые делают эти войны, и которые они уничтожают, и они уничтожают, и они уничтожают, и они уничтожают. И они уничтожают, и они уничтожают, и они уничтожают. Ну, понимаете, вот если вы старых мастеров возьмете в Беласкес, другие делали три грация. Тогда было модно толстые, плотные женщины, и они делали, конечно, не разные национальности. Одну национальность брали и делали три грации. Я решил дальше пойти, изобразить, и друг заодно, восточные женщины, европейские женщины и африканские. И на фоне какого-то интерьера. Так. Будем дальше смотреть. И это все, как поэт. Будем дальше идти в. Видео, продолжение站, ященко. Будем дальше работать. Рассказка. Будем дальше работать. Девочки, создавайся на ней. Девочки, старые женщины, bondеря, жены, гн. Для находящих женщин, демократ, жена. для показания женщин и любовь между различными группами. Мы видим, с различным цветом, различные женщины, различные женщины, которые есть в мире. И используя язык абстракт. В моей арте есть реальность, а реальность есть абстракт. В моем арте, реальность является абстракт и реальность. Хочешь что-то говорить? Да, это виндзавод на севере. Один мой товарищ попросил для книги сделать что-то. У меня есть бодига на Риохе. Мы хотели сделать тему баку для каталога. Я изобразил мужчин и женщин, почти обнажённые. Могели, ломб, почти деснуты. Я сожалею, что старые мастера, ещё 500 лет назад, и в Флоренции на площади, и Давид стоит обнажённый. То есть обнажённый воспринимался нормально. В Африке и сейчас в этом ничего зазорного нет. Сейчас, например, если взять Россию, падают в разные крайности. При коммунистах было одно понятие в религии. В религии почти запрещалось. А сейчас в религии запрещают в газетах печатать обнажённую натуру. Просто обнажённую. Какой-то экскурсовет хотела печатать мои три грязи и прочие газеты. Редакция сказала, что нельзя и всё. Да, это странно. В временных временах класов, как в Ренакии, когда зазором был неизвестен. И сейчас есть разные тенды. В России, в религии, в религии, в религии, против зазором, против зазором. В религии, совиетика pues la religión existía y no pasaba nada y ahora hay un renacimiento de la religión en rusia y entonces hay un movimiento en contra de mostrar un desnudo en el arte de hecho en una revista quería hacerlo estaban querían incluir un cuadro de mohadín en el artículo el crítico de arte presentó un cuadro que tenía un desnudo pero no en el sentido pornográfico sino en el sentido de la belleza del cuerpo pero lo rechazaron por eso самое высокое достижение для вашего художника даже это профессионально здорово уметь писать обнаженной натуры сделать композицию с обнаженными es muy difícil hacer el cuerpo desnudo el cuerpo desnudo es luminoso se considera un gran logro para un pintor hacer un cuadro con desnudos o con muchas figuras desnuda es es un es un logro en el para un pintor y любой человек молодo y estar y tolce y hudor y a una zona y a una zona y a una zona y a una zona y es más bonito sin ropa que con ropa vamos a ver los cuadros vamos a ver los cuadros vamos a ver y Субтитры создавал DimaTorzok 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 dt. коммнистов Реалистически хорошие картины профессиональные, большие, разные темы. Десерни испанские и другие. Правда, реалистических мало было, западних. А потом, к каждому годам исчезали реалистические картины. Как пришла перестройка – исчезли реалистические картины и в России. Мы в России решили, как делать, Но какие-то проходимцы, работающие, делают эти выставки, они решили опозорить Россию и каждый год выставляли такую чушь, ерунду. Однажды выставили пять пустых рамок, сделанных из арматуры, на весь зал, а Россия потрясающая искусство. Мухаддин ahora está hablando un poco del tema que pasa con el arte, porque es un tema que le preocupa mucho lo que viene pasando en el mundo del arte. Y hacía referencia concretamente, por ejemplo, a la exposición El Arco, que tiene lugar cada año. Entonces, si hemos estado allí, por ejemplo, no sé, hace 20, 25 años, y representando Rusia había una serie, una exposición de cuadros muy profesionales, realistas, abstractos, pero muy profesionales. Y pasando, pasando los años, pues cada vez se está cambiando y se está entrando en poner cosas como instalaciones, video, videopelículas y, a su modo de ver, no mostrando la gran riqueza que hay del arte en Rusia. Es como si hubiera una tendencia ahora en contra del arte y de poner cualquier cosa que no sea un cuadro. No he en contra del arte en Rusia. И это сразу богатые люди подхватили, дружки какие-то, сказали, о, здесь что-то есть, что-то есть, вот пошло, пошло, что-то есть, что-то есть, то матисти, то другое, то третье, они начали фокусничать, а потом Фикассо, когда умирал, 90 лет, он признал, что я сожалею, что послушался, угождал. Всяких богатых, огромные деньги платили и так далее, я делал не то, что хотел. То есть сейчас все делать на выставках. На выставках уже перестали вешать реалистические работы. Хорошо. 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 Today. Хорошо. Хорошо. Haben к этому облад цeledку. Which is the head of a animal readings of aном center. специально и если с коником артисты венда кому артикостан на миллион из Вот эти дома, камни-дома в горах. В 1944 году война шла, Россия теряла миллионы людей, богатство. В 1944 году война была война, Россия, Россия, Университетия, которая тогда потеряла миллионы и миллионы и миллионы людей в войне. Несмотря на это, когда немцы зашли в Кавказские республики, Болгария, Чехия, Осетия и так далее, они, если это великая близнесть, какие-то пожилые или кто-то, которым советской власти недовольны были, это было много и в России, и на Украине, они немцам, ну, видно, помогли в чем-то, но это не весь народ. То есть Сталин умудрился пригнать сотни машин, за одну ночь выселили болгарцев, в горах. Целый народ выселили, и в это время вернулся солдат без ноги. И когда он подошел на облим, посмотрел, пустое село, там никого уже нет. И, собственно, durante la guerra, Сталин, fue la ocupación de los nazis en el Cáucaso, ocuparon los pueblos, и Сталин acусал a las personas de ser traidores, и, естественно, в одной ночи, в одной ночи, в последний директор, в авиалах, в пустыне с ним, в пустыне с ним, и в Казахстан, и в этом видео, увидите, что вы, в пустыне, что вы, верите с бедой, в пустыне, в той роте, и в пустыне, Это на самом деле были, потому что солдаты возвращались без ноги, без руки, и в это время первый день выслали, а второй день он вернулся, и вот застал по бокам лежать их вещи, которые выслали детские коляски и так далее, то есть ничего не разрешали взять. И все, и все, и все, и все, и все. как можно поставить такие темы и делать всякую ерунду в Лондоне была высокомолодых пять человек и там выставили пейзажки неважные и одна девушка молодая выставила свою комнату как он есть с наркотическими таблетками грязным бельем и кофе сделала свою комнату и выставила и там королева была она ничего не сказала не возмутилась то есть демократия, свободы, вот эта демократия, свободы в искусстве загубила западная искусство полностью и эта девушка заняла первое место, огромный премь получил за эту ерунду да, да, да? В этом году был очень известный премьер Тейт, который получил, а также у нас есть и 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 мхаде и и и и и Да, еще один пример просто вспомнил. Даже в Академию художеств Лондона, там в них огромный выставочный зал, проходит отчет академику каждый год. Но один художник, известнейший академик, повесил, просто бумагу положил на пол и чернила капнул несколько раз, и все. И это висело, то есть на холсте. И это висело рядом, висело нормальное, ну не такое, как в России могут делать. Ну, весело, как это работает. И эта клякса 27 раз купили, 27 красных точек стояли, а вот рядом с нормальной работой веселья никто их не покупает. Муachдин habla de una exposición que hubo en la Academia de las Artes en Лондон, hace algunos años, y comenta cómo hubo un cuadro que tenía nada más que unas manchas de pintura, и что его везли несколько раз, когда у нас есть другие кадры, которые не были везли. А какая причина? Я просто причину скажу. Причина какая? Я вам скажу, кто покупает это. Это покупают разные галереи, любители, торгующие работами. Этот художник у нас известен, он может его купить, положить, а потом попозже продать, только ради этого покупают. Это не то, что люди будут беседы. Это мозаика очень большого размера. В горах, когда видишь курортные места, это я делал 60 лет назад. Это монументал, из мосайка, который Мухаддин сделал около 50 лет. Вы увидите, что там есть. И смарт. И смарт. Какое дело Мухаддин? Нет, это смарт. Есть. Это народ. В Каукуса у него есть стилы, как у него была фонбра. Он упоминал этот стилы. Они мосаки, да? Они мосаки. Что мы хотим сказать? Давайте скажем это. ДИСЧОНИС ПОЛОДИСЯ СЕЛЕВАЙДЕЙ, СЕСЕНТА, СИКУЕНТА, КИНКУЕНТА, КИНКУЕНТА, СИКУЕНТА, КИНКУЕНТА, СТАЛО. Какой я стал? Видите, какой я стал? Ага. Действительно, это очень трудно сделать этот мосайк, и могу сказать, что Мухадин имеет все руки с помощью мосайк, потому что, когда работал с мосайк, то есть, что нужно сделать, это очень опасно и трудно. Ну, пока мы с тобой говорим, наверное, уже готовы какие-то вопросы, да? Не знаю, может быть, надо делать Мухадин с твоими... Расскажи мне, что эта старушка... Вот эта старушка в черном, у ворот, она потеряла в Отечественной войне своего... Муж в 35-м году репрессировали. Esto es la abuela de Mohanin, su marido fue... Ни за что, просто он верующий был, его вытащили из комнаты... Точно методом фашизма. Вытащили эти чекисты, сожгли его Кораны все во дворе. Всех... Ли quemaron el Коран, el libro del Коран, que tenían... Ослали в Сибирь в концлагерь. Ли mandaron в Сибирь, в campo de концентрация. Умерли, погибли, расстреляли, никакой сообщения не было. Но потом началась война. Два сына... Один мой отец... Два сына тоже не вернули, погибли в Отечественной войне. И... То есть, то есть, два ребят года, и с ним были на войну. Один из них был в городе, из них был младен 256 года. И они приходили, из них, и они были в школе, как они вернулись, чтобы все родители били кристину, или не было какого-то. Он был в школе. И они были в школе, Если вы были живы, или они были живы, В 1935 году, поскольку он верил в Евангелие, глава религии Ката, он чуть-чуть лучше жил, чем другие у него были, то он чуть получше, чем у этих чекистов. Чекисты – это разные бандиты, бездельники, которые совершенно примазались коммунистическим идеям и репрессировали лучших людей. И получилось, что их дом отняли, выгнали их, какой-то срач, им дали этот дом, себе забрал вот этот чекист с мебелью. И бабушка мне рассказывала много лет, что мои мебели до спорта там стоят, но я думаю, может она привлечет, но на самом деле это так было. После этих страданий, она после войны, почему она стоит угород, я ее похоже сделал, все, она выходила... Она приходила к воротам каждый день, полчаса постоит и потом заходит домой. То есть она слышала, что везде не было, погиб, не погиб, но все-таки потом возвращается из плена, из чего-то, солдаты. Она надеялась, может кто-то вернется, если отец уже в Сибири погиб, дети вернутся, но она 30 лет вот так у ворот стояла, выходила, так умерла, не дождавшись никого. Вот этот момент я сделал. Как вы думаете, вот вы искусство любите, что лучше, вот взять чернину капнуть, сделать себе имя через денег, знакомых и прочее, стать известным, делать ерунду, а потом вы продавать эти валеречки, как инвестиции продавать, а не как искусство, или вот такую тему делать, конечно, эта тема больше будет проводить людей. Если искусство не трогает сердце, любой национальности, любого возраста, там нет искусства, это или салонная фотография, или фобза. Sí, es muy importante esto, para saber si algo es arte, debe tocar las emociones, debe provocar una emoción, debe llegar a la persona. Entonces es arte. Я делаю работы как? Много работ начинаю, идеи закладываю, потом дошел до какой-то степени, даже я не знаю, что делать, оставляю другую, начинаю, то есть пока я сам не буду доволен, что я достиг что-то такое, которое меня трогает самого сперва, если меня самого не трогает, другой тоже не будет трогать. Я, когда пinto, сначала нужно меня сцепиться, нужно меня сцепиться, нужно меня сцепиться. А это у кабардинцев есть обычай. Когда год исполняется ребенком, делает вещь такой, вложит на ковре много инструментов. Молоток, молоток, самолет, крест, и разные профессии, в смысле? Какой он выбирает инструмент, такую профессию он будет выбирать. И вот этот момент, когда они выбирают себе профессию. Там сидит моя бабушка, моя бабушка, мой сын, соседи, это все, все конкретные лица. Я думаю, наверное, устали, теперь вопросы ждем. Конечно, в искусстве можно рассказать столько интересного днями, месяцами. Это Жаклин представляла группу российских туристов, королевы. Я представила группу российских туристов, которые были представлены в России. Это президент российской академии художества. Это знаменитый скульптор Сирицели. Это очень известный скульптор Зураб Сирицели, который был президент российской академии художественной академии. Недавно, не было 80 лет, а он вычил мне орден и Жаклин тоже. Нази много, мне дали на медалью ору по работе с артистами, с артистами русской академии художественной академии художественной академии. И, ну, вот, там я, я с джунками медалью. Bueno, cualquier cuestión que tengan aquí en la página web Viene un sitio donde pueden entrar en contacto conmigo Para cualquier cuestión Y aquí están nuestros teléfonos en España, en Rusia No, por lo menos pueden ver si desean grabar mi bucho y t-shirt Y todo, y ahí aparecen muchos videos, trabajo y demás Hay mucho material en internet, muchas películas En entrevistas en ruso, en español Hay muchísimas cosas que pueden ustedes ver allí Bueno, Andrés, nos despedimos, ¿no? Bueno, раз вопросов нет, конечно, да Ustedes ya están cansados, probablemente ¿Qué es lo que hemos hablado de hoy? ¿Qué es lo que hemos hablado de hoy? Yo creo que podemos hacer un saludo de nuestra reunión Que están en Rusia, en la Caut izquierda, en Andalusia Eso es lo que hemos hablado de todos. Pues, gracias a vosotros, en la visión, en tus profesiones, en tus profesiones, en tu museus, en tu museo, en tu museo, lo que nos despedimos, en el sociedad, ¿por qué podemos hacer más amigos? С нашей стороны проблем нет, все работы, несколько сотен работ готовы для демонстрации музея. Мы как университет всячески поддержим именно такой прекрасный проект. Мы очень благодарны, это очень вдохновляет нас. Así que, queridos amigos, muchas gracias por asistir a este evento. Como conclusión, estamos diciendo que sabemos que Rusia, España, el Cáucaso y Andalucía son pueblos muy parejos, muy cercanos. Y, como conclusión, tenemos que, gracias al arte inigualable del gran artista que es Mucatín Kishé, gracias a su proyecto, a su futuro museo, seremos todavía pueblos más cercanos en el futuro, a través del arte. Así que, muchas gracias, la Universidad de Cádiz apoya este proyecto, como bien anunció nuestro vicerector de Cultura, el pasado lunes, en la inauguración oficial de la Semana Hispano-Rusa. Así que, nada, adelante y venceremos. Andrés, muchas gracias por vuestros comentarios. Gracias. 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 Интересный вопрос. Спасибо. Понимаете, если ты занимаешься творчеством любого вида искусства, если ты будешь заниматься дачами, машинами, общественной работой, везде бегать, везде участвовать, из тебя художник не получится, ни музыкант, ни артист, ничего. Потому что ты должен, как каждый трудом, если ты сотни раз талантов, только огромный труд прикладывая, можешь стать профессиональным. Hay que trabajar muchísimo. Aunque naces con un talento, a ese talento le tienes que poner muchísimo trabajo и не ты поздравить с дочь, с дочерью, с дочерью. Материнский, с дочерью, с дочерью, с дочерью. Я знаю научную художество. Вот я женюсь, я женюсь, я женюсь, потом построю, потом москлубль построю, все построю, он не успел даже все это построить у меня. он Она сказала, что мне очень понравились национальные одежды. Даже Маркс сказал, что эта одежда самая лучшая и красивая в мире. Потом российский царь и многие генералы российские одевали эту черкесску. Макс сказал, что это был красивый. И царь Николай II тоже был типичный царь национальный. Так что... А Марта очень много знает. И русский язык прекрасно. Но мне повезло русский язык. Здравствуйте, Андрея. Здравствуйте, Мухаммед. Здравствуйте, Жаклана. Здравствуйте, Татьяна. Я смотрела и думала, что ты знакомились. Написано Рота-Рота. Да, да, да. Я Татьяна как ваша дочь, Татьяна. Да, да, да. Ждем вас в воскресенье. Спасибо, что были с нами. Спасибо, спасибо. С удовольствием, с удовольствием. А как можно поехать туда, где я могу найти адрес, где вы живете там в Барбати? Ну, смотрите, если вы пишите мне на электронную почту, там, которая есть на сайт, я отвечаю и напишу, и вы можете позвонить и договориться, и приехать посетить нас. Есть люди, которые работают чуть-чуть далеко, есть люди, которые приехат там до нас. Так что мы с удовольствием будем вас принимать. Хорошо, я пойдусь, Татьяна. Отлично. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Это я буду говорить. Это я буду говорить, это я не русопарланты. Я говорю, что если вы живете на рекламу, то есть в интернете, то есть в интернете, если вы можете найти и на электронную почту, вы можете присоединиться по телефону, в Барбате, в городе, в городе, в базе, в сентябре. Если вы хотите арентироваться, то есть возможность. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Да, 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 да. Спасибо большое. Да, да. Да, да. 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 Да, 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 да. 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 Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Олег Малиханов. Олег Малиханов. А, Олег. Да, да, да. Пусть покажет. Написать, что он соединился. Олег Малиханов. Олег Малиханов. Олег, мы тебя просим. Покажи. Ну, может быть, не может на ночь, что мы видим. А те, которые видим, они ничего не хотят сказать? Да. Я хочу сказать только одно, Мухадин. Необходимо встретиться. Хочется увидеть больше ваши картины наяву, в реальности, а не просто в журналах. Хочется встретиться. А что мешает? Давай. Мы вас ждем. Да, спасибо. Интересная организация. А вы давно были в Кабарде? Когда были в Кабарде? Мы каждый год едем туда осень, в сентябре. В начале сентября. Купили билет на 15 сентября. Они вернули, сказали, что самолета не будет. И вот сидим, ждем, когда будет самолета. Самолеты, видно, город будет. Ну, я не расстраиваюсь. Какая радость? Я и здесь творю. И там будет творить. Понятно. 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 Очень приятно было вас видеть. Очень приятно. Спасибо, Татьяна. Взаимнообразие. Взаимнообразие. Хорошее настроение. Все это очень приятно. Необходимо повторить. Может быть, вот подобный формат необходимо повторить. Это Андрей сделает. А мы всегда готовы. Это он организовал. Кстати, этому университету. Это первый раз мы сейчас такое сделаем. Пушкинский институт. Пушкинский институт сделает его работу. Он его связал с Петербургским университетом в Сарапольском крае, кстати. И огромную работу проводит связать русских, которые здесь живут с этими двумя институтами, университетами. Это так сильно просто Кадис любит Россию и Кавказ. И потому много делаем. Испания надо любить, Россию надо любить. Это невозможно не любить. Меня здесь в течение 20 лет четвертый раз вылечили рак. Четвертый сейчас лечат. Бесплатные лекарства дают. Дорогую лекарство от рака. Ухаживают все врачи на высочайшем уровне. Как не дают картины музею в Андалузии после такого внимания, после такого ухода. Они меня спасли. Я буду отвечать тем же самым. Много. Слава Богу. Поехали. Ну, Андрей, вопрос больше не будет, да? Думаю, что нет. Но я очень рад, что живите на такой диалог настоящий. Да. Очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Я очень рад. Да. Я очень рад. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok